доброго всем времени суток здравствуйте друзья гости и подписчики моего канала давно планировалось это видео многие у меня просили показать рассказать но показать я не в состоянии я захотел выложить весь силикон который есть у меня в наличии и понял без перспективности этого занятия почему потому что вот это вот вы видите сейчас это маленькая толика того чего у меня есть я даже вот этот ящик не стал раскрывать и выкладывать потому что это надо заложить весь диван весь пол этим роликом пытаюсь ну как бы продолжить ту серию которая нашла отклик своих подписчиках вот ну вас конкретно да вот то чего понравилось то есть вот этим роликом пытаясь продолжить серию о ну как бы своем сугубо личном мнении про или как поставить но видео до имеется в виду из кадра не знаю как поставить видео в том смысле вот о чем рассказать во всяком случае вот смотрите вот ну вы могли видите какой у меня есть силикон каких разных марок конечно это не все начиная там я не знаю самый дорогой у меня по моему вот 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 это вот силиконе на единственное что я на нее ловить не пытался и не пробовал и не думал вытянул отсюда крючки вот это по моему 45 евро вот это наверное самый дорогой силикон хотя если перевести на вес вот я вон тут сейчас покажу силикончик который тоже если учитывать вот ну вот это вот вот это вот силикончики да это у меня появилась недавно вот вот этот силикон мне тяжело туда дотягиваться не знаю видно будет нет вот это вот порядка вот 15 евро за пачку то есть во первых я стараюсь где бываю вот покупать какой-то необычный силикон который ну скажем так которую нет в украине мне просто интересно попробовать его ну естественно и в украине но и в других местах которых иногда приходится рыбачить вот вообще посмотрите чего делается в мире как она делается вот у меня тут эти россыпью есть надо будет когда-нибудь сделать этот самый ну как бы ревизию хотя бы какой не сказать что силикона сейчас настолько много что сказать чего-то новое как бы в этом силикона варенье силикона я не знаю как правильно литье совершенно не о чем мир настолько разнообразен вот начинает вот таких вот вещей которые там ну продаются уже в готовом растворе кончая я не знаю только я живу решу мне тут у господи вот смотрите вот какого качества раки да да это не дешевый силикон я не помню сколько он там стоит или стоил честно говоря это из германии очень интересные эти самые раки но они как бы не дешевые если тут мне много последнее время появилось вот такого большого силикона вот не знаю попробую я у нас или не попробую у меня есть большое желание но все будет зависеть не от меня и короче говоря мне не об этом суть сейчас вот я хочу просто высказать свое мнение о разных силиконах и вообще как бы вот тут о ценник до силикона раньше он для меня был как бы вообще не существенный почему не не правда вот допустим если хороший фирменный силикон тот же кейтэч или там не знаю тут пресловутый я вастик да уже не помнит никто кто его выпускает уже я вастик называют полярисом думают что кроме crazy fish никто не выпускала я вастик смею вас заверить это не оригинальная приманка от этого производителя хотя есть уже гораздо лучше и ну то что лучше я бы сказал ну как бы улучшенный джавастик да ну или я вастик как сказать который делает наш украинский производитель то вертап кстати говоря по поверта пух у них появились новинки они появились сразу же у меня сейчас вам попробую показать и дело и дело ну это наверно заслужит отдельного разговора так ребята вот есть уже насколько я понимаю они впервые в украине первые не поленюсь стану покажу стали лить двухцветный силикон это арбузик тут вот разные вот есть цвета если вам интересно я сниму обзор достану свой платник то есть аквариум то покажу как он себя ведет в воде но у меня большая надежда что не скажу что в ближайшее время да но в обозримом будущем я его потести уже на рыбе и скорее всего не на нашей рыбе она в общем время покажет пока не буду загадывать ничего не буду говорить на эту тему то есть силикона очень но очень много копий есть настолько интересный силикон который вот вместе же головка идет где-то у меня тут есть из германии ладно не буду его рыться потому что тут как у черта тут хрен что найдешь в общем есть который вместе с агрусткой от его пресса этого силикона в том что вот когда его забрасываешь под куст ты ложишь ложишь его рядом с кустом и он так сам идет туда то есть не просто тонет или вот как наш силикон от если представить что это леска он вот так вот идет по леске да или ровно падает а этот еще заходит покупку под кустик то есть масса всевозможных силиконин у меня есть всевозможные это я еще даже не доставал нормальный ультралайт где у меня там самая маленькая приманочка кстати говоря тоже от уртапа честно говоря по моему полтора сантиметра вот я этот весь силикон ребятам отдал на чемпионат германии вот очень интересный силикончик я не знаю делает уртап сейчас или нет если не делает очень жаль я его отварил в мисочке вообще вот такая бомба огонь именно как микро микро приманочка вот то есть силикона масса что касается теперь вот цены а то я как-то так хаотично я смотрю на все вот это вот которая валяется здесь на столе и конечно думаю представляете как мне тяжело собраться на рыбалку да это вот как жена собирается куда-то любимая сколько тебе надо времени чтобы быть готовой через 15 минут вот вот это приблизительно про меня хотя вот у меня есть базовые какие-то коробки я взял эту я взял эту мы поехали на рыбалку много василья не беру по одной пачке несколько пачек видите там этого несколько то есть потому что если попадает хороший рабочий силикон это здорово что касается цены импортной цели силикон который ну в частности там тот же японский тот же американский учитывая курсовые колебания нашей национальной валюты но не только нашей он сейчас становится весьма и весьма ну скажем так не бюджетным я бы так мягко сказал или мало бюджетным потому как если раньше я мог себе позволить там были такие моменты что вот у меня за там десять забросов восемь обрывов вот в таких местах приходилось ловить но это эффективно было вот и скажем так силикон который сейчас стоит там сто с лишним гривен за пачку то есть пять шесть долларов за пачку это конечно не рентабельно есть гораздо дороже силикон я вам говорил он есть он по 15 по 17 евро есть по 20 то есть это это не очень рентабельно как бы поэтому появилось много наших отечественных и не только наших производителей и кустарных и фирменных про всех не буду говорить которые выпускают относительно доступный силикон по поводу ценников вот мы теперь сейчас сами видим насколько может разниться цена силикона привезенного допустим из японии купленного там заплоченные налоги и так далее и тому подобное потом выставлено у нас у нас в магазине или сделанного здесь то есть это как минимум в несколько раз хуже он или лучше это разный силикон я вам скажу так силикон бывает и такой и такой то есть масса есть примеров которые на крючок когда его одеваешь он рвался такие силиконы и иногда ради пробы покупал у других людей тоже вот внешний вид вроде бы ничего но когда его на двойник вообще невозможно одеть только на одинарники то надо клеем заклеить который порвет все ну короче качество бывает разное есть люди которые льют дома на кухне обалденного качества силикон а есть люди которые льют я не знаю почему я не специалист по отливке силикона и мне это не интересно я потребитель я хочу купить вещь которая ну она расходник она должна просто уходить и она будет уходить конечно если вы ловите в идеальных условиях там я не знаю где нет ни камушков ни травы ничего то сама поклевка рыбы она убивает тем более если клыкастый бьет или там щука то это но это порыв это разреза и так 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 далее вот а по улове не обязательно фирменный силикон и тоже как бы очень-очень этот самый ну скажем так который держит удары держит нагрузки держит крючки вот на свое личное свое знакомство с импортным силиконом является ну здорового сегмента начал с горея мамота червей мне их привозили из москвы потому что у нас это невозможно было купить вот и эти черви я был в шоке я не помню сколько они тогда стоили но мне казалось это дорого вот хотя курс был другой но все равно это была очень дорогая приманка она вообще рвалась как бы ну вот ну всех кто ловил гариком знает приманка обалденная работает без проблем но то что она рыхлая то что у нас крючка слетает то что она как бы рвется как без всяких проблем то есть тут я не знаю вот как бы сопоставить что важнее чтобы у меня клевала на этот силикон или чтобы он держался дома хотя есть такие господи вот пожалуйста и держаться будет долго и клевать на него будет то есть проверенная марка кейтэч но опять же вот он брался за границей 695 европачка вот 7 европачка можете перемножить все это на 3 и узнаете сколько он стоит как бы в украине ну или может быть чуть чуть дешевле потому что это это не украинский вот ценник вот в евровалюте и тогда то есть по силикону что еще можно сказать вот я не знаю при выборе или как вот меньше всего обращать на цену может быть потому что масса силикона который относительно недорогой не очень нравится лаки джон лаки джон это вообще свое время когда он только про и появился он сделал прорыв то есть мы все привыкли ловить на японский силикон который стоил относительно относительно повторюсь недешево и вдруг появляется совершенно такое ну адекватная цена адекватная это самое по качеству все без всяких проблем в два в три раза дешевле чем японец появляется лаки джон который потом рвет знаменитая его тело это же вообще она перевернула как бы не знаю до сих пор тоже сколько лет и на рыбалку я как правило начиная с тела я ставлю тело двухцветную да или там машинное масло но я предпочитаю спинка зеленая это и с нее начинаю вот есть поклевки хорошо нет начинаю менять дальше то есть он был тогда очень очень доступным тело он и сейчас как бы не очень-то дорогой вот хотя силикон отличный отличный тот же то и рта ну всех не всех не перечислить сейчас производители которые делают очень достойный силикон вот выбрать на сегодняшнем рынке силикон без проблем но не не дам совет как выбирать я просто могу рассказать свой личный опыт то есть важно вот допустим съедобный силикон или несъедобный силикон мое личное мнение никого никому его не навязываю очень важно почему потому что вот у нас допустим в том регионе где я живу с рыбой проблемы то есть это не так что без трусов в воду не зайдешь да и 0 и и надо уговаривать ее надо или ехать куда-то надо за ней в общем не не так все весело как кажется и вот на своем личном опыте я давно убедился вот видите у меня вот это вот коробочка такая взял и поехал вот у меня здесь есть аттрактант у меня в той коробке сто процентов есть этот самый аттрактант я предпочитаю съедобную резину хотя не всегда она нужна почему потому что с личного своего опыта знаю что вот у меня были случаи я не знаю по моему я уже рассказывал о них на рыбалке мы стоим вот так вот втроем рядом буквально плечо к плечу потому что нам забрасывать вот такая полоска больше некуда и по одному бросаем то есть один там два метра протянул второй заброс 2 метра третий и вот так мы ловим рыбу и вот у двоих съедобный силикон у третьего нет и поклевок на съедобные ну в разы больше вообще перри у нас становится хуже у кого съедобный у человека который ловит на обычный силикон вообще прекращается ему даем кусок даже не целую кусок и поклевки возобновляются то есть мой личный опыт свидетельствует о том я не знаю нужно это кому-то доказывать или нет потому что такие дебаты были в то время как он только появился сейчас слава богу ну мне кажется уже никому не надо доказывать что съедобный силикон выиграют гораздо больше чем несъедобный на рыбалке если рыба не очень активно я согласен что допустим ну мое мнение если вы ловите на сумасшедшем течение и рыба дикая которая вот допустим у нее нет времени на раздумывание на обнюхивание на обжевывание там как окунь до пассивные течения нет он подойдет там чмяк 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 и так далее ты все это понимаешь удочку отдал только потом подсечка если вы ловите те капхнет ну бывают же такие случаи ты сюда забросил пока отдушку закрыл слабину приманка уже здесь то какая разница какой силикон съедобную несъедобный рыба в таком положении когда она стоит там где-нибудь за камушком спряталась от сильной теки ей абсолютно по барабану какой у нее нет времени раздумывать потому что если она не схватит это она пролетит мимо и схватит кто-то другой кто-то другой будет не голодный а она будет голодная вот такая вот ситуация вот поэтому есть варианты когда рыба много или рыба активно тогда не обязательно брать дорогой там какой-то силикон или брендовый это абсолютно не 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 нужно вот боже какие у меня красавцы есть вот нравится мне это дело тем более как будут смотрите по учитывая расходник да то это конечно расходник ну не дешевый потому что воблер все-таки служит гораздо дольше чем силикон он дороже стоит но с учетом того что допустим воблер вы купили один раз и если повезет у меня есть воблера которые там по 5 по 7 лет не оборванные все нормально и они служат а силикону можете пачку убить там за несколько часов то есть сказать что это дешевый расходник я не могу на мой взгляд важно ли цвет или не важно очень важно это настолько важно что прямо ну я не знаю я убедился ну как все из личного опыта я рассказываю вам не из них а из того чего происходило со мной можно ловить на одну и ту же приманку одной и той же фирмы но другого цвета в одной лодке будете сидеть в резиновой не в каком-то катере где там угол влияет в одну точку бросать у одного будет поклевки другого не только лишь из-за того что у вас есть такой цвет у напарника нет или же или же наоборот хотя проводка тоже бывает очень важно потому что у меня были случаи когда вот мы сидели водя варшаву тебе привет в одной лодке вадика поклевки есть у меня нет вадик дает мне точно такую же силиконе ну ничего не меняется у него есть поклевки у меня нет мы бросаем в одну точку сидим в одной лодке водит ладно я покушаю ты лови а несно перед этим он снял эту приманку на которую поклевки дал мне я ее один у меня нет поклевок он засмеялся гена на тебе мою палку я перекушу попью чайку от и в это время полови вот пока он кушал пил чай у меня не было ни одной поклевки вадик забрал свою палку забросил сразу поймал были случаи наоборот такое тоже бывало то есть наша моторика как бы как бы я не смотрел как он рукой там крутит и пытался повторить я сделаю все равно подруга это как почерк и что в этот момент нужно было рыбе я сказать не могу потому что ну рыба молчит а все что я тут на представляю себе в голове это только мои мысли и не более того вот нужно ли вот такое вот изобилие ну человеку ну это уж понимаете что это покупалось или там присылалось мне это все не за один день и не за один год даже вот в принципе в принципе я могу уже как бы силикон не покупать но мне просто самому интересно какая-то новинка появилась там или человек чего-то интересного вылил и скажем так ну пытается заявить о себе вот допустим вот пожалуйста новый производитель я уже несколько раз показывал эти как они там правильно грэнд вормс приманочки вот я их тесте уже не первый месяц потом у меня есть еще ой господи забыл с николаева я просто все не вытащу резину меня столько ее что тут мама дорогая в общем есть люди которые льют очень доступно и очень хорошего качества приманки их сейчас масса на украине то есть принципе покупать что-то брендовое можно если у вас есть денежки если у вас их нет или хотелось бы сэкономить не обязательно покупать какие-то брендовые вещи можно найти нормальную рабочую копию только единство что конечно желательно купить ее и опробовать стоит ли покупать дорогой силикон я не знаю если у вас есть такая возможность можете купить если у вас нет такой возможности вы всегда можете попробовать копию потому как сейчас от производителей очень много больше того я скажу так что силикон тоже не панацея от всего и скажем так если вдруг случится чудо и этого все пропадет мы что на рыбалку не поедем или ничего не будем ловить но я не знаю как бы я возьму железяки все равно начну ловить то что и ловил дальше вернее прежде не знаю насколько это будет успешно или не успешно но во всяком случае все равно мы приноровимся какой-то ситуации которая случилась да то есть если даже завтра не привезут японский силикон фирменный ну не только японский какой-то брендовый что мы останемся без приманок нет не останемся мы как ловили так и будем ловить и без воблеров не останемся и так далее и тому подобное адекватная ли на него цена ну не знаю мне тяжело судить почему потому что ну скажем так очень много копий ну или реплик называйте как хотите хорошо это или плохо на мой взгляд ну я не знаю наверно хорошо вот почему потому что всегда есть у кого-то возможность купить то что не было бы купить фирменное и притом разница в цене не обязательно зависит от там примеру от жадности продавца просто налоги и зарплаты и вообще уровень жизни в той стране в которой производится один силикон они намного отличаются той страны в которой продается поэтому то что весьма доступно к примеру в японии или в соединенных штатах или в канаде может показаться нам ну как бы завышенной ценой но с этим как бы надо либо соглашаться и покупать эти приманки либо не соглашаться и покупать те которые вы хотите во всяком случае производителей которые делают копии довольно таки сносно я бы даже сказал иногда лучше оригиналов вот скачу смысле на мысль да но хочу сказать вот по патриоту то и рта куда вот они сделали java stick на мой взгляд гораздо лучше чем сам java stick выглядел ну как бы оригинал да они удлинили хвостики очень нежный сделали там еще маленький шарик который ну на мой личный взгляд очень помогает как бы вот при пассивной рыбе при очень медленной проводочке при том же мармики ну мармодрочи да как мы называем вид ловли то есть наши производитель вот наш человек да он подходит к этому делу как правило если в голове не только там бабла срубить а еще человек который сам рыбачит который сам понимает чего он хочет они подходят творчески пытается что-то изменить взять из одной приманки добавить другую приманку адаптировать то что продается на импортном рынке и разработала для их них условий как правило это для ловли баса как правило это для морской рыбалки ну тот же rockfish адаптировать это все в наши условия в пресную воду в озера в реки и так далее то есть принципе выбор сейчас огромный и сказать что есть где-то там дорогой силикона нельзя купить дешевый я не могу но для себя лично не навязываю никому свое видение я знаю однозначно что если будет выбор стоять между съедобным силиконом и несъедобным силиконом я в любом случае но не в любом случае если у меня будет кармане за что его купить я куплю обязательно съедобный силикон потому что на собственном опыте я понимаю в тяжелые времена он обязательно выручит то есть может быть он не нужен когда определенные условия когда рыба клюет и так на все подряд а такое бывает вот но когда будет тяжело силикон спасет по фирмам допустим или по моделям если вы заметили что на моем канале допустим никогда не было топа 10 приманок или там топа 10 силиконов 10 воблеров 10 блесен и так далее лично мое глубокое убеждение это все чушь собачья никогда этого день не делал и делать не буду потому что ну допустим меня смотрят люди с разных регионов не только нашей страны одно и соседних стран и далекого зарубежья и то есть сказать что вот эти вот 10 штук это огонь а остальное не огонь так это будет огонь для моих условий для моего болота для моей речки там для моего куска там где я ловлю отъедешь буквально 200 километров там совсем другое вот в киеве ну видео нет конечно извините но дай бог не последний раз был вот в киеве там совершенно другие цвета тут всего там ничего 600 километров вот совершенно другие приманки другие предпочтения судака то есть это совсем немножко все по-другому поэтому я никогда не буду делать топ 10 приманок не по воблерам не по силикону не по железу не почему потому что мы настолько в разных условиях живем те люди которые смотрят мой канал что это я ну считаю ну просто надувательство если делать прости господи никого не учу и никого не осуждаю кто делает делаете ради бога но сделать топ десятки каких-то приманок если ты сидишь в одном городе никуда там дальше 150 километров вправо влево вперед назад не ездишь и говорит что вот это кайф может быть это имеет место быть но только для того для той аудитории которая живет с вами в одном городе вот сам стараюсь при любой возможности ездить разные места порыбачить и понимая насколько все по-разному в разных местах тем более но никакой мере не посоветую человеку который живет примеру на дальнем востоке или там я не знаю на западной украине сказать что вот этот силикон это супер у меня есть какой-то опыт у меня есть масса знакомых масса друзей которым я посылаю там разные свои цацки да и они мне потом пишут рассказывают каких условиях ловили какую рыбу как это происходило что нужно сделать или вот это вот лучше нет вот это да у это я уже понимаю но выдать сесть за стол и сказать 10 штук это огонь все остальное можете не брать у меня на это ума не хватит вот приблизительно так так что поэтому вот по таким вот ну обзором лучше мне не пишите я этого делать не буду десятки пятерки топ не топ это все хорошо для ютуба для просмотров для рыболова который будет смотреть это все ни о чем мое личное мнение вот даже не знаю что еще рассказать вам по резине наверно основную мысль но какой-нибудь вывод да можно сделать такое не стоит упираться в дорогую резину если у вас нет средств то есть не надо за последние деньги там купить брендовую пачку того же кейтеча да и вот беречь ее как зеницу ока там ставить только-только тогда когда вот прям чтобы и луна сошлась еще чего-то там выросла в этом самом в небе чтоб только вот поставить это потому что она дорогая лучше купите там 5-6 пачек того же я не знаю там туэртапа или того же лаки джона ну то есть резины которая по бюджетней и пробуйте по это самое поэкспериментируйте на другую резину если у вас есть деньги и это не ущемляет не бюджет ваш не бюджет вашей семьи то есть незаметно то какие проблемы покупайте те вещи на которые у вас есть денег и которые вам нравятся именно так и никак по-другому но повторюсь если вдруг финансы и поют романсы или скажем так не поют романса финансово покупка там нескольких пачек брендовой резины ударит по семейному бюджету и чего-то там не достанется ребенку или там жене то лучше покупать бюджетную резин цепи вот наши люди да почему они никуда не приезжают выступают хорошо почему от нас везде не любят мягко выражает всякие припоны вот я недавно беседовал с ребятами которые виталию на норрис чемпионат норриса ездили всевозможные припоны потому что потому что мы ловим таких условиях и тем чем там не ловят поэтому у нас как бы разнообразие в голове в руках и во всем остальном она немножко работает по-другому иностранец он заточен вот как сказать вот допустим самый простой способ да это вот на это не клюет взять вот это на это не клюет взять вот это и вот так вот перебрать пока не найдешь что-то у нашего человека нет такой возможности вот это все перебрать он возьмет там чего-то одно два три и начнет играть с проводочками со всевозможными там монтажами и так далее и добьется результата поэтому повторюсь не упираетесь в то скажем так на что у вас нет денег если у вас есть деньги без проблем покупаете все что вам интересно интересуйтесь новинками что делаю я когда у меня позволяет финансы я с удовольствием покупаю обязательно за границы чего-нибудь привожу такого необычного тоже пробую не всегда она работает а зачастую не работает но все равно интересно купить какую-то новую для себя приманку и попробуйте в другом месте мне это интересно но опять же не во вред семейному бюджету не знаю может быть я так просто так на балаболе кому-то было интересно кому-то нет надеюсь что все таки ну вам было интересно буду благодарен за отзывы за комментарии если есть какие-то вопросы по силикону могут заснять отдельное видео просто выпишу все вопросы по силикону и отвечу на конкретно на каждый потому что у меня был какой-то план когда я хотел снять это видео когда я начал выкладывать и даже не выложил и и половины того чего у меня есть я понял я я не про что не расскажу я буду два дня здесь сидеть ляля тополя делать и вообще не про что не расскажу потому что ну разнообразие обилие моих приманок тут мама дорогая очень надеюсь ребята что не зря снимал это видео спасибо вам большое если вы досмотрели до конца зададите вопросы повторюсь сниму еще разочек отвечу на все что вам интересно если у вас есть еще какая-то тема такая вот ну глобально большая или скажем так на ваш взгляд интересно напишите я сниму без проблем пока у меня возможности вываться куда-то нет поэтому отвечу на любые вопросы сниму но не любое конечно да но постараюсь снять видео для вас спасибо большое что были со мной подписывайтесь на канал до новых встреч до новых встреч